В обычной жизни не каждый из нас на свою работу приходит с большим удовольствием, однако здесь дело обстоит иначе. Это колония УК-161-3, называемая в народе «черный беркут». И эти люди сейчас пришли на работу с настроением, потому как пожизненно лишенные свободы впервые в Казахстане получили возможность работать. Швейный цех в самой суровой колонии Казахстана открылся совсем недавно. Впервые в практике уголовной исполнительной системы ПЛСникам разрешили работать. Шьют здесь спецодежду не только для обитателей «черного беркута», но и для других заключенных Казахстана. Рабочий день за колючей проволокой начинается, как и у многих на свободе, в 9 утра. Только вместо штор на окнах решетки, а вместо уютного офиса специально оборудованная камера. И такие меры безопасности здесь необходимость. В варежки и куртки шьют люди, совершившие особо тяжкие преступления. Закрыть КВС. Есть закрыть КВС. КВС закрыт. Берем. Есть, господи. Снять наручник. Есть, снять наручник. Наручники сняты. Налево представляемся. Здравствуйте, господи начальник. Служу Пахтус Сергея Исановна, с 1981 года рождения. Служу по следующей жизни. Девчонки, 1 октября 2020 года. Приговорю про жизнь решения свободы. Отвлечь от рабочего процесса Сергея Пахтусова ненадолго не получилось. Правила здесь жесткие, и интервью можно записать только так. Рудничанина, расчленившего свою любовницу и ее бабушку, можно назвать мастером производственного обучения, потому как опыт в швейном деле у него есть, и он делится своими знаниями с другими осужденными. Ему, можно сказать, повезло. Отбыв всего лишь год из своего бесконечного срока, он смог трудоустроиться. Швейному мастерству я обучился еще давно, 20 лет назад. И все это время работал. До этого срока отбывал швейным делом, занимался. Потом по освобождению занимался швейным делом. И сейчас вот здесь нам предоставили такую возможность, то есть работать, выплачивать иски. Это большой плюс. Большой плюс в этом видит и администрация Черного Беркута. 50% заработной платы по жизни на лишенных свободы уходит на погашение исков потерпевшим. Зачастую суммы исчисляются миллионами. Сформировать трудовой коллектив было несложно, желающих достаточно много. Но в итоге из 160 человек отобрали всего 11. Во-первых, это вот мы отбирали заинтересованными службами. Это вот у нас психологи, организации трудоосужденных, непосредственно сам. Я лично принимал участие мастер РГП «Эмбек». Первый подход у нас был такой, что психологический подход, психоэмоциональное состояние. То есть человек как бы уравновешен, готовен к труду, да, и как бы кто у кого стремление есть. На следующий год производство планируют расширить. Таким образом, удастся трудоустроить около 40 человек, которых лишили свободы пожизненно.